Всех приветствую, с вами на связи Фокин Евгений и в этом видео я вам расскажу о том, как же сделать вклад в Сбербанк онлайн. Потому что многие люди интересуются и спрашивают. Итак, почему я рекомендую делать вообще вклады в онлайне Сбербанк? Потому что здесь повышенная ставка. Если же мы пойдем в отделение сделать вклад, то в отделение у нас будет процентная ставка намного меньше. Это касается абсолютно любого банка. Если мы пойдем в любой банк и будем делать вклад в отделение, у нас процент будет меньше, чем если же мы будем делать вклад в интернет-банкинги. То есть используя личный кабинет каждого из банков. Итак, давайте сейчас мы зайдем в наш личный кабинет и я вам расскажу детали, что и как делается. Итак, я зашел в свой кабинет. Как вы видите, вот оно мое имя и фамилия. Моя фотография здесь вставлена. Я нахожу в своем кабинете Сбербанк онлайн. Ссылка на вход в кабинет у меня будет в описании. Поэтому сможете зайти и войти в свой кабинет. Итак, сейчас вам расскажу, как здесь сделать вклады. Итак, у вас должно быть... Вот оно у нас идет меню. У вас должно быть меню вклады и счета. Если же у вас этого меню нету, то вы вклады сделать не сможете. И есть два пути решения этого вопроса, чтобы появилась здесь вкладка вклады и счета. Первый момент это вам нужно зайти в настройки. Жмем вот сюда на шестеренку. Далее. Нам нужно зайти в раздел интерфейс. И на главное. Настройки интерфейса. Главное меню. То есть нам нужно настройки. И вот здесь посмотреть. В разделе скрытые элементы меню. Если у нас в разделах скрытого элемента меню есть вклады и счета. Вот допустим они у нас вот здесь находятся. То мы должны их вот сюда перетянуть. Мы их перетягиваем. Потом жмем сохранить. И они у нас появятся вот здесь. То есть они возможно у нас есть, но у вас навигация Сбербанка настроена так, что они у вас скрыты. Здесь можно группировать и скрывать какие меню у вас здесь будут, а какие не будут. То есть вы под себя настраиваете свой кабинет. И жмете сохранить. И после этого жмете главное. И у вас вот здесь появятся вклады и счета. Если же у вас в кабинете вы зашли в настройки и такого вклада и счета нету. То что вам нужно сделать? Вам нужно пойти в Сбербанк. В Сбербанк в ближайшее отделение и сказать, что вам нужен универсальный договор обслуживания. Банковский. То есть приходите, что я говорю, мне нужен банковский универсальный договор обслуживания. И все. И они понимают. И в этом, они в этом его подпишите. И после этого у вас появятся все функции. То есть подписав этот договор, у вас появятся дополнительные функции, которые есть здесь в настройках, будут в интерфейсе. И вообще вы их сможете добавить. А после того, как вы завели свой Сбербанк онлайн, у вас он будет неполный, если вы не подпишите этот договор банковского обслуживания универсальный. И также, чтобы получить Сбербанк онлайн, вы приходите в отделение Сбербанка, получаете там любую ихнюю карту. И там просите сотрудников попросить вам настроить Сбербанк онлайн. Они вам это могут сделать через банкомат. Есть другой путь получения Сбербанка онлайн. Это дома. Вы приходите домой и вводите в интернете, там в гугле, Сбербанк онлайн. Нажимаете, переходите на сайт, на котором я был ранее. Ссылка также будет. И жмете там зарегистрироваться. Ссылку, я говорю, оставленную в описании. И вы регистрируетесь, и все. И потом заходите по своим данным в Сбербанк онлайн. Но это для продвинутых, кто шарит в интернете. Если же вы пенсионер или плохо разбираетесь в интернете, можно пойти, и вам помогут открыть Сбербанк онлайн в отделении. Даже там смогут положить деньги. У них там у всех есть уже компьютер. Но это в принципе в любых банках сейчас уже все у нас заточено под интернет. Так, ну а теперь приступим к вкладам. Нажимаем раздел «Вклады и счета». Вот тут у меня уже есть один небольшой вклад. Также вот универсальный, но это сберкнижка. Они раньше были в моде, сейчас просто все перешли на пластик. Но многие тоже до сих пор используют. И жмем, вот здесь у нас есть закрытие вклада, есть открытие вклада. Жмем «Открыть вклад». Нас перекидывает на такое поле. У нас здесь есть небольшая линейка тарифных в планах. Их немного. Они все вот называются онлайн. Видите, их тут четыре разных возможностей сделать вклад. И здесь вы можете почитать про эти вклады коротко. А чтобы подробнее узнать, у нас вот здесь есть более подробное меню. Мы нажимаем «Подробнее». И у нас вот высвечивается целая таблица, где у нас здесь какую мы ложим сумму. Как вы видите, можно минимальный вклад сделать от 1000 рублей. Здесь вот месяц, месячный депозит от и до, допустим, от одного до двух месяцев. И здесь, соответственно, суммы, соответственно, проценты ставка. Вот месяц, процент. Та же самое. Посмотрите. Дальше здесь условия. Почитайте сами, как здесь работают вклады. Здесь все понятно и доступно, расписано. Что не поймете, позвоните им в поддержку. Вот на 8803 пятерки. Я часто сюда звоню, если мне что-то непонятно. Процентные ставки, кстати, на сегодня уже упали. Поэтому надо следить за ставками. Они не могут то подниматься, то падать. Поэтому я, например, всегда ложу где-то на 3 месяца. Но здесь, опять же, не угадаешь. Вы можете положить на 3 месяца. И потом через 3 месяца процентная ставка упадет. И вы будете уже перекладывать вклад под маленький процент. Вы можете положить на год. И вы угадаете, допустим, процентная ставка уже упадет. Допустим, в ближайшее время у вас вы будете целый год получать по старой. Да? Очень хорошие ставки. Но опять же, если другой путь вы положите на год, но ставка, допустим, станет выше, например, да? А у вас уже депозит на год. То есть вы не сможете переложить. И вам только придется делать новый взнос. Поэтому вы тоже не сможете крупный процент под крупный положить. Здесь, то есть, трудно предугадать у каждого своя стратегия. Я как бы особо долго не держу. 3-6 месяцев где-то ложу. Ну, а вы смотрите сами. Итак, выбираем. Вклад пополняю. Я вообще делаю пополняю, потому что я периодически докладываю деньги. И, соответственно, пополняю мне удобен вклад. Вы выберете, соответственно, свой. И жмем здесь кнопку продолжить. И здесь все очень просто. Мы переходим вот на такую вкладку. Здесь мы выбираем валюту, которую мы хотим. Далее мы выбираем счет списания карты. Вот возьмем карту визу, где у меня 2000 рублей. Сюда мы ставим, допустим, поставим в примере в нашем 1000 рублей. Потому что это минимально. Здесь у нас есть выбор. Когда мы будем получать проценты. Либо нам их будет перешлять на карту. И мы выбираем карту в зависимости от того, сколько у вас карт. Или же мы выбираем капитализация процентов на счете вклада. Если мы нажимаем сюда, то данное меню сразу не действует. Мы не можем выбрать счет карты. И наши проценты будут прибавляться к нашему вкладу. И умножаться тоже все вместе. То есть это называется капитализация. И при капитализации процент у нас будет побольше. И вот здесь у нас шкала. То есть здесь в зависимости от суммы шкала у нас будет показывать, какой процент мы будем получать. Если же мы положим 1000 рублей, то соответственно процент у нас будет 6.15. Если мы добавим сюда, например, 0.10 тысяч, то же самое. Если мы еще 0.100 тысяч, видите, уже под 6.45. То есть пионок нам показывает. И здесь вот, или же можно наоборот, например. Вот если минимум, то уже видите, под 6.48 ставка. Начальность 6.45. Оконечность 7.35. Далее. Тут еще можно, если мы, допустим, 100 поставим. Здесь мы можем просто выбрать депозон, допустим, мы хотим, но на 9, например, сразу. То есть, допустим, на 2 года здесь. Вот здесь будет под 6.30. Тысяча рублей на 2 года под 6.30. Или же, например, можем в месяц, допустим, взять 3 месяца поставим. Здесь будет вот 6.25. Если на 3 месяца, у нас получается на 1000 рублей. Ну и здесь вот будет написано, до какого наш вклад включительно дня. Ну и после этого, когда мы уже подготовили наш вклад, мы жмем открыть. Нажимаем открыть. И нас здесь перекидят на условия договора. Кстати, данный договор, он в электронном виде. Но мы его можем пойти в банк и распечатать. Получить на руку готовый банковский договор, который можем хранить дома о том, что у нас находится вклад в данном банке. И здесь вот условия, когда дата открыта, какая валюта. Далее капитализация. То, что мы его ложим на 3 месяца. Действует он до такого-то числа и процентная ставка. Ну и жмем подтвердить. Так, соглашаемся с условиями, жмем подтвердить. Все, и у нас рассказывают то, что мы взяли вклад, то, что мы договор можем получить в отделении. Я уже про это сказал. Вот здесь печать и все. Далее заход вклада счета. И вот у нас показано, что у нас есть вклад. Вклад под 6.25 тысячи рублей доступно для снятия 0. То есть процент еще не капнули. И вот он действует и все тому подобное. Также все делается элементарно и просто. Закрывается вклад тоже элементарно. Жмете, наводите на вклад, жмете опция. Вот здесь закрыть вклад. Жмем закрыть вклад. Выбираем, куда мы хотим, чтобы наши деньги списались. Выбираем обратно нашу карточку. И жмем закрыть. Нас здесь предупреждаю то, что наш вклад не пролежал в должное время. И то есть будет у нас расчет 0.01 годовых при закрытии вклада. Жмем подтвердить. Соглашаемся. А так внимательно там смотрим, устраивает ли нас закрытие вклада или нет. Все. И вот наш вклад закрыт автоматически. Все. И деньги наши опять оказались на карте. Вот получается опять вот они наши 2400 рублей. То есть все очень просто. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Также пишите комментарии, если у вас есть вопросы по данному видео. Ну и будем ставить лайки. Всем до новых видео уроков. С вами на связи был Фокин Евгений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok